Этой встречи местные жители ждали несколько лет. Огромная территория Фиолента давно стала полноценным районом с точки зрения количества проживающего здесь населения. Бурная миграция, характерная для всего Севастополя, обострила и без того болезненные проблемы этой территории. Самая большая точка ожиданий, противоречий и проблем, понятно, что наш любимый Фиолент. Поэтому давайте сегодня, в общем-то, главная задача вас послушать, потому что понятно, что проблем много, понятно, что это и транспорт, и энергетика, и социальные вопросы, и много чего, что нужно обязательно будет решать. Быстро мы это все не решим, к сожалению, но надо хотя бы понимать, как мы будем к решению этих вопросов двигаться. Местных жителей интересовали следующие вопросы. Когда на территории появятся детские сады, поликлиники и другие социальные объекты? Почему в Гагаринском районе практически в каждом дворе есть детские площадки, а на Фиоленте нет? Особенно севастопольцев интересовала тема проезда и ремонта дорог. Сейчас ехали навстречу с вами. В районе остановок уже вложен партюр. Ложен на те же места, где он был. У нас огромная просьба, я думаю, со мной все согласятся. Мы по полтора километра в очереди стоим. Утром, особенно когда выезжаем с детьми в школу или на работу, хотя бы метров 300 полосу сделать двойной. То есть на выезд на кольцо на Фиолентовское. Я очень убедительно прошу. Рассвет три не может ходить, бастер, с майка все идут. Никто не может идти вдоль дороги. Самый опасный промежуток. Часть вопросов губернатор переадресовывал членам городского правительства, которые также приехали на встречу с жителями Фиолента. Повторюсь, в этом году выполняем ремонт верхнего слоя асфальтной дороги и параллельно приступаем к проектированию пешеходной сети, которая будет идти от Фиолентовского кольца по Фиолетовское шоссе и по Моносырскому шоссе, которая будет предусматривать с двух сторон пешеходную дорожку и с светофонными объектами. В завершении встречи был затронут вопрос с электроснабжением Фиолента. Каждый год с наступлением холодов часть садовых товариществ сталкивается с отключением электричества. Нет возможности увеличивать мощности, в связи с тем, что высоковольтные кабеля, ведущие к этой КП, они уже не могут выдержать большие нагрузки. И трансформаторная подстанция тоже уже не может позволить увеличивать мощности трансформатора. От этой КП питается шесть садовых товариществ, где дорогу из его водоканала питается. Мощностей нет. Комментируя проблему с электроснабжением территории Фиолента, Михаил Развожаев заявил, что переговоры по выкупу ключевого для Севастополя электросетевого предприятия «Севастополь Энерго» в государственную собственность находятся на финальной стадии. Сделка позволит в дальнейшем модернизировать существующие городские сети, которые в настоящий момент находятся в частной собственности. Стабильное электроснабжение – базис для будущего развития территории. Все прекрасно понимают, что Фиолент – это давно уже не дачное понаделло, а это полноценные кварталы индивидуальной жилой застройки. Теперь нам надо прийти к тому, что это индивидуальная жилая застройка, то вы должны быть обеспечены всем необходимыми социальными учреждениями, поликлиниками, местами в детских садах. Николай Кузнецов, Севан, Форумбюро. Продолжение следует...